Во вторник 30 января произошли первые испытания новой крылатой ракеты «Нептун» от конструкторского бюро «Луч». Напомню, что в рамках проекта «Сапсан» и «Борисфен» будут созданы ракетные комплексы типов «Земля-Земля», «Земля-Море», «Земля-Воздух». Я уже рассказывал о ракетном комплексе «Гром-2», который в 6 раз дешевле аналогичных ракетных комплексов Российской Федерации «Искандер». И вот прошли испытания крылатой ракеты «Нептун». Во время испытаний ракеты проверялись ее летные характеристики пока без систем наведения. Я не сообщал об этом, но украинскими инженерами разрабатываются превосходящие к время интеллектуальные системы наведения на цели. Например, какие используются в других ракетах. Лазерного и оптического наведения, но и принципиально новых с использованием искусственного интеллекта, базирующихся на разработках частной западной компании «Дотока». Для украинского оборонной промышленности это событие имеет большое значение, как и разработка «Альха» и «Гром-2». Украина отказалась от ядерного оружия и от крылатых ракет в обмен на Будапештский меморандум, подписанный Великобританией, США, Российской Федерацией, который был нарушен Россией, в результате чего был оккупирован полуостров Крым и часть Донецкой и Луганской областей. Секретарь РНБО Турчинов заверил западных партнеров, что дальность ракет и боевое оснащение не противоречат подписанным украинской стороной ранее международных соглашений. Секретарь РНБО Турчинов